Здравствуйте! Это мобильный репортер, студия Алсу и Купова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. В Казани молодой человек пострадал в аварии на перекрестке улиц Завойского и Габишева. По словам участников движения, он пытался проскочить на красный, тем самым спровоцировав ДТП. Водитель за рулем Киева сказал, как только загорелся зеленый сигнал светофора, он начал движение. Но не успел разогнаться и увидел слева вторую машину. Мужчина догадывается, что второй участник движения ускорился в надежде проскочить на красный. Он не остановился на светофоре, хоть и горел запрещающий сигнал, а продолжил движение. Две иномарки столкнулись, пришлось вызывать автоинспекторов. В Дагестане женщина ударила чужого ребенка за то, что он обижал ее сына. Воспитательный процесс попал на камеру наблюдения, установленный в подъезде. Женщина схватила мальчика за шиворот, кричала на него, затем дала пинка и поставила на колени извиняться перед своим сыном. Закончилось воспитание громким подзатыльником. За всем этим наблюдали и другие дети, оказавшиеся в подъезде. В Казани обнаружили мужчину с ножевыми ранениями. Ночью на улице Курской произошло нападение, в результате которого пострадал 38-летний мужчина. В качестве подозреваемых была задержана женщина и ее друг, которых обнаружили в одной из квартир с холодным оружием в руках. Оба отрицают вину и представляют свою версию произошедшего. По словам молодой женщины, она увидела своего знакомого из окна. У него были ножевые ранения на спине и руке. Она помогла ему и привела его в квартиру, чтобы оказать первую медицинскую помощь. В то время в квартире присутствовал еще один человек, который, по словам девушки, точил нож. Впоследствии он передал ей холодное оружие и в это же время на место происшествия ворвались полицейские. На данный момент следствие устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Полотина из 10 машин образовалась из-за ливня в Сочи. На прошлой неделе там были затоплены дороги и дома до первого этажа. Штормовое предупреждение на курорте действовало до 10 июля. МЧС объявило штормовое предупреждение в Сочи из-за угрозы подъема уровня рек. Жители и гостей города призвали не отдыхать в воды. Купание на пляжах курорта было запрещено. Хотя не всех это останавливало. Голову мужчину заметили у казанского магазина на улице Амирхана. Видео быстро оказалось в соцсетях. Судя по всему, мужчина что-то искал в клумбе и в мусорном ведре. Судя по кадрам, обнаженный человек находился в неадекватном состоянии. Что он искал, также остается загадкой. Красавчик! На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова